Приветствуем всех! С вами комментатор Олег Саламаха и Дмитрий Анисимов. И, как вы видите на своих экранах, картинку это может означать, что это рубрика, которой давно у нас не было, а именно остаться в живых. Рубрика, которая целиком и полностью посвящена изучению такой стадии шахматной борьбы, как Эншпиль. Очень важной стадии шахматной борьбы. И, как мы и говорили в предыдущем видео, мы в предыдущем видео с вами разбирали такое понятие, как прорыв, пешечный прорыв. И сказали, что в следующем видео мы с вами будем изучать отдаленную проходную. Наличие отдаленной проходной пешки во многих случаях обеспечивает позиционные преимущества, достаточные для победы. Такая пешка отвлекает короля противника, что позволяет нашему королю первым напасть на неприятельские пешки. Например... А, давай-давай-давай. Думаю, я думал, может мне, Даша, разрешишь поздороваться. Не, ну здороваться я просто хотел, как бы вступление еще не договорил. Ладно, давай. Значит, например, который вот вы сейчас видите позицию на диаграмме, после хода C4 белые делают вот такой вот ход и предотвращают прорыв. Ну, давай, Дим, теперь уже здоровайся, говори всем привет. Да, ну наконец-то разрешил. Они, знаешь, они все узнают, это робот, как ты сказал, по там, что на доске. Они все узнают по превьюшке. Ну да, C4. Давай теперь к самой позиции. Да, предупреждают угрозу прорыва, и после чего дальнейшее использование отдаленной проходной пешки элементарно. То есть белые просто, видим, что вот таким вот сильным ходом C4, они стабилизировали структуру. Теперь никакие прорывы нигде у черных не идут, а здесь они образуют проходную. Потому что две против одной. Да, после чего они управляются королем к этим пешкам и все съедают. Черные же при своем ходе образуют сами проходную пешку. То есть играют C4, не давая белым пойти C4. Король G3, C5. Затем B4, A4 и B3. И проходная. Да, и проходная. Формально термин прорыв тут неуместен, поскольку нет жертвы пешки. Но по существу здесь то же самое. Мы помним, что мы прорыв изучали. Да, и такая переходная позиция. Та тема была прорыв, да? Тут похоже, но не он. Да. А тут образование отдаленной проходной. Вот такая промежуточная позиция. Однако так бывает не всегда. То есть наличие проходной пешки в некоторых случаях не гарантирует победы. Не проходной, а отдаленной проходной. Ну да, отдаленной проходной. Спасибо, Дим, за поправку. Значит, здесь играли Андрей Харлов против Томаса Энста в 92-м году в Ганнинге. И в партии последовала G5. Ужасная ошибка, после которой последовал прорыв. Ж4, знакомый нам по предыдущему видео. Да. И сделав еще несколько необязательных ходов. АЖ, АЖ5, АЖ6. Значит, Ф4 шаг, король Ф2, Ж3, король Ж2, король Е4, АЖ7, черный издались. Пешка просто прошла перзи. Черный издались, а тут стоит 0-1, кстати. Ошибка в книге. Ну, ладно. Это ошибка в электронной книге, да. Да, ну да, просто в электронной. Однако позиция ничейна. То есть вот эта позиция, мы видим, что отдаленная проходная у белых, но позиция ничейна. Король Д6 надо было сыграть, не надо было здесь никуда рыпаться. Король Д4, король С6, С5. Казалось бы, что легко выиграно, вот теперь Ж5. И теперь, если Ж4... А если Ж4, теперь у нас пешка просто в ферзи проходит. Потому что король не в квадрате. Вот, вот, король далеко ушел в белый. Теперь Ж4 не имеет смысла, да? Значит, надо идти королем туда. Да, король Е4 с угрозой, король Ф5. Но Ж, АЖ, король бьет С5, король Ф5, король Д6, и это ничья. Ничья, потому что король успевает легко на поле АЖ8. Ну, то есть, если продолжить, например, король бьет Ф6, после король Д7, если он идет к этой пешке, то мы просто успеваем на ключевое поле АЖ8 и АЖ8. Только хотел сказать, как обычно не дали. Как только король НЖ5 съедает, он же отходит от поля АЖ8, и черный король ДА успевает в угол, и дальше его вытащить оттуда невозможно. Да? Вообще никак? Да, и это ничья. Кстати, даже если бы был белопольный слон, его все равно бы оттуда нельзя было вытащить. Да, это мы потом уже посмотрим другие окончания, когда у нас будут слоновые окончания. Может быть, мы до них доберемся спустя полгода. А может и год. Лет так пять спустя. Так, ну ладно, переходим к следующему примеру. Следующая позиция, мы видим, что у черных отдаленная проходная, пешка на Б5. Позиция ничейна. Потенциальная угроза прорыва на королевском фланге, то есть здесь мы видим, мы рассмотрим такие понятия, как прорыв против отдаленной проходной. Здесь белые могут сделать прорыв. Но потенциально. Угроза прорыва компенсирует отдаленную проходную черных, но не более того. Однако в партии последовало аж шесть, два упрощительных знака. И теперь белые легко выигрывали путем аж пять. А потом же пять. И правый в тот самый. Да, то есть здесь вот, например, аж пять, потом же пять и пешка аж быстро мчится в ферзи. Но после аж шесть последовало... Ж пять. Белые тоже на очень слабый ход черных делают еще более слабый ход. Не менее слабый, да. Да, то есть вот так вот в пешечниках цена одного хода очень велика. И теперь уже проигрывают белые. ФЖ, ФЖ, Аж пять. Вот зачем надо было самим Аж пять сыграть белым. И теперь позиция стабилизировалась. И проходная пешка Б5 теперь легко отвлекает короля, в то время как король просто тупо все съедает. Да, он направляется к белым пешкам, и у белых нет ничего в ответ. Ничего нету в ответ. Только стоит посмотреть. Нет, Е5, ну, есть жертва Е6 вот сейчас. То есть если черные стоят, ну, конечно же, они играют король Д5. Король бьет В5, король бьет Е6, король С6, король Ф5, король Д5, король Ж4, король Е5, король бьет Х4, король Ф5, король Ж3, король Ф6. И здесь очень важно не сделать ход Х4. В торопях, мне кажется, в Блице любой бы мог из нас так ошибиться. Да, но это не Блиц, а серьезная партия. И последний ход. Король Ж4. И все на этом, да. Пешка Ж выигрывается, пешка Ж идет Ферзи. Такое вот четкое решение. Но после хода Х6, значит, выигрывали белые Х5. Нормальное развитие событий здесь было сыграть король Б6. Х5, король С6, Х6. Белые вталкивают пешку как можно дальше, чтобы организовать прорыв. Король Б6. Значит, и теперь, Ф5. Развелка. Да, если Ф5, то король С6, Е5, король Д5. Король бьет Б5. Нельзя ЕФ из-за король Е5. Король бьет Б5, король Ф4. И все падает. Все падает, все здесь заблокировано и все съедается. Поэтому король бьет Б5, король бьет Е5, король С6, король Ф4, король Д7, король бьет Ж4, король Е7, король Б5, король Б7 и вот благодаря пешке А6, король Ж5, король Ж7, Ф5 у нас ничья. Пешки проходят одновременно. Ферзь, ферзь. И это ничья. Вот так вот интересно. Значит, после король Б6, теперь осталось рассмотреть еще Е5. ФЕ, ФЕ, король С6, Е6. Нельзя играть ФЕ, потому что белые прорвутся. Опять же. Да, Ж5, Ж6. Да, Ж5, Ж6. Для этого именно А6 они не ходили. Поэтому король Д6, ЕФ, король Е7, король бьет Б5, король бьет Ф7, король С4. И позиция равна. Черный король успеет забрать пешку на Ж4, но белый король просто убежит на поле H1. И это ничья. Да, его опять-таки из угла вытащить невозможно будет. Вот такой вот интересный пример. Ну и рассмотрим с вами еще несколько примеров. Так, следующая позиция у нас возникла в Нью-Йорке, США, 1960 год. Знаменитая партия играли Вильям Ломбарди против Роберта Фишера. Здесь после вводя А1 результат партии проблематичен. Несмотря на материальный перевес черных, то есть Фишера, не так-то просто найти способ прорыва обороны противника. Да, слон на цветы хорошо стоит. И вот эти пешки, да, вот эти Б4, Б2. Да, все держит. Однако, в Нью-Йорке совершил Харакири. Позволил Фишеру перейти в легко выигранное пешечное окончание с отдаленной проходной пешкой. Что как раз и является темой сегодняшнего нашего видеоурока. Был сыгран Ладья Е1. Два упростительных знака. И последовало, конечно же, Ладья бьет С3, шах. Уничтожение пешки Е5. БЦ. Ладья бьет Е5, шах. Так, король Д2. Ладья бьет Е1, король бьет Е1. Присмотримся. Пешечник у нас равный, то есть пешек поровну. Но, во-первых, король Д5 занимает центральное положение, в то время как король Е1 у нас на королеве доски. Но не это главное в этой позиции. А главное, что черные быстро создают проходную отдаленную. Которая будет отвлекать короля. Да, король Д2. Король Д2, король С4, Х5, Б6. Черный неизбежно образует проходную пешку А, которая отвлечет черного короля на край доски. Король С2, Ж5, Х6, Ф4. Заблокировал, то есть все заблокировал. И после этого, когда полностью все заблокировано, А5, БА, БА, король Б2, А4, король А3, король БЦ3. Ну и далее уже без комментариев. Просто пошел на... Тут все очевидно, да. После пешки падают, ее легкая победа. Да, вот так вот. Водя Е1, это, конечно, классная характера. Да, но Фишер молодец. Видишь, как все посчитал, оценил. Да, потому что пешник-то получался равный, вроде пешик, поровну, но именно перспектива образования отдаленной проходной делает оценку резко выигранной в пользу черных. Да, и он это издалека видел. Ну да, потому что сильные шахматисты мыслят схемами. Вот если вот такие вот позиции статичные, то легко увидеть эту схему. Не надо даже не прикидывать никакие варианты, правильно, Дим? Мы видим, что мы можем в перспективе образовать эту проходную, и мы идем на этот вариант. Да, потом уже, то есть рассчитывая варианты потом уже. Ну что ж, переходим к следующему примеру. Рассмотрим еще одну позицию, которая встретилась в долгополисе в 1986 году между Павелом Мартыновым и Михаилом Улыбиным. В партии белые избрали водя Е1. Недооценив отличного ответа водя Е7. Ого! Захват линии с жертвой пешки, обратной жертвой пешки. Мы видим, что пешек сейчас, одна пешка лишняя у черных. Но они ее возвращают. Да, но они ее возвращают. Они должны были сыграть водя H1, намечая водя H5 и приставая к пешке D5. После король C6 не опасно ни водя C7, B3, ни водя Е7, водя H5, водя Е2, водя B5, шах. Король C6, водя A5. Здесь просто белые быстро тоже приставали к пешкам. А водейники, как известно, с активной водей, они чаще всего ничейны. Но после водя H1, король C6, значит, водя H5 и водя у нас привязана. Водя D6, F4. Да, у черных лишняя пешка, но более активное положение короля, во-первых. И что еще важнее, води, водя H5 очень активно, обеспечивает белому хорошую компенсацию за недостающую пешку. То есть здесь можно было бороться за ничью водейники. Тут ничего нет за пешку. Активность компенсирует ее отсутствие у белых. Вполне причем компенсирует. Да, а было сыграно водя Е1, и, видимо, явно с угрозой водя Е5. Но водя Е7. И вот этот ход оказался очень силен. Теперь, если водя уходит, то водя просто врывается на второй ряд. Да, это очень сильно. А вот если взять, как и было в партии... Да, Михаил Убин позволил сопернику восстановить материальное равновесие. Прекрасно понимая, что в пешечном окончании на его стороне решающий позиционный перевес. Благодаря неотразимой угрозе образования отдаленной проходной. Водя бьет Е7, король бьет Е7, король бьет Д5. И, опять же, присмотримся к этой позиции, мы видим, что, опять же, вот эта самая идея. И пешка Х5 будет отвлекать белого короля. Ж6, конечно же, последовало. Угрожая Х5. С4. Ну, попытка образовать какую-то свою проходную. А что еще делать? Да, тут же 3 на 2 надо хоть что-то пробовать. Х5. ЖН. ЖН. И все, и пешка наша бежит. Король Е5. Х4. Король Е4. И еще один очень сильный ход. Ф5. Не давая пойти король Ж4. И нельзя брать на Ф5, иначе пешка в ферзе пройдет. Да, и вот получается такой стопор. Королю вообще некуда ходить. Потому что на любой отход короля, король Е3, например, пешка сразу же пойдет дальше. Остается только пешками играть белым. Да, Б4, король Д6. Король Е3. И еще один сильный ход надо найти. Это А5. Прорезая пешки. Теперь, если взять, то понятное дело, что король просто все объест. Угу. А3. АБ АБ. Х3. Король Ф2. Король Е5. Король Ж3. Король Д4. Сейчас мы видим, зачем черные разменяли пару пешек, сыграв А5. Они быстрее выигрывают пешки ферзевого фланга и успевают двинуть ферзи свою пешку Б до того, как белые создадут что-либо на королевском фланге. Король бьет А3. Король бьет С4. Король Ж3. Король бьет Б4. Король Ф4. Король С4. Король бьет Ф5. Б5. Ф4. Б4. Король Е6. Б3. И белые сдались. Почему они сдались? Да, они ничего не успевают. Потому что Ф5, Б2, Ф6, Б1 ферзь, Ф7, казалось бы, счастье близко, потому что пешка слоновая, но ферзь Б4, занимая в поле Ф8, и все. Да, и все из-за того, что у белых король был на линии Ф в варианте, да, им пришлось темп потратить на уход королем, и потому они не успели. Да, если бы король, например, сейчас стоял на поле Ж7, то это была бы ничья. А так темп потерян, когда они отошли королем с поля Ф5, да, они же там съели пешку, король бьет Ф5. Король встал на А, или на Ф4. Да, и еще вот очень важный ход А5, я говорю, прорезать. Потому что если не прорезать, если не прорезать, то королю пришлось бы обходить вот таким вот маршрутом за пешкой. А это очень долго. Вот, блин. Да, да, но нашлось А5. То есть за это время белые могли бы съесть и свою провести. Вот так вот, очень важно, сохраняя темпы, черные победили. И достаточно, я считаю, интересное окончание, да, Дим? Да, да, вот так пешку вернуть, владельники, ее так точно посчитать, все оценить. Так, ну что ж, и нам остался, как обычно, раздел трагикомедии. То есть раздел, где сильные гроссмейстеры допускали очень грубые ошибки. Итак, мы видим перед собой позицию, которая возникла в Сан-Себастьяне 1911 год между двумя всемирно известными шахматистами, Ароном Немцовичем и Зигбертом Тарышем. И сделанный в партии ход король Х5, Немцович играл белыми, привел к поражению. К ничьей вело король Х7. Но мы к этому вернемся. Король Х5 сыграл Арон Немцович. И Тарыш ответил ладья Б5. Конечно, отдаленная проходная ведь. Да, король Ж4. Ладья бьет Ф5. Король бьет Ф5. А5. Король Е4. Отдаленная проходная отвлекает короля белых на ферзевый фланг. Но Немцович, вероятно, надеялся, что его пешки защитят себя сами. Как в варианте А4. Тогда король Д3, Ф5 и Ж3. И это ничья. Потому что король не успеет съесть пешку Ж3. Потому что пешка Х4 рванет в ферзи. Да, пешки, как было сказано, сами себя защищают. Нельзя убывать Ж3, потому что пешка Х пойдет. Да, и это будет ничья. То есть в то время, конечно, пешка Ф5 превратится в ферзя. Но и пешка Х4 тоже добежит до заветной последней горизонтали. Но последовало то, что он не ожидал. Да, то есть то, что не было предвидено в расчетах, а именно ход Ф5 шах. Теперь брать нельзя, потому что после А4 король окажется не в квадрате. А после король Д4, Ф4. Теперь нет уже Тихода, вот в чем задумка. Да, король С4, король Ж6 и пешки теряются. И потому Немцович сдался. Вот так вот издалека шел и издевнул просто. Вот такую возможность. Да, к ничьей ввелок, к ничьей ввелок. Ход король Х7. Не король Х5, а король Х7. Вадя Б5, ну с той же идеей. И теперь, если Ж4, это ошибка, то Вадя Б5, ЖФ, А5, Х5, А4, Х6, А3, король Х8, А2, Х7. И здесь казалось бы, что мы ставим ферзя и пад. Но король Е7, черные распотовывают белого короля, король Ж8, ферзь, ферзь, шах, король Х7, шах, король Ж8, шах, король Ж7, еще один шах, король Х7 и король Ф7. И мат неизбежен. Четко. Четко, да? Да, и, блин, классно. Покинь за доской вот такой найти. То есть Ж4 проигрывала. Но после Вадя Б5 надо было найти Вадя Б5. А, Б, Ж4, Б4, Ж5, Б3, Ж6, шах, король Е7. Ж7, Б2, Ж8, ферзь, Б1, ферзь и ничья. Шах. Шах, да, и это ничья. Да. Вот такая вот интересная партия. Ну что ж, и нам осталось рассмотреть последнюю трагикомедию, после чего мы благополучно завершим изучение отдаленной проходной. Итак, мы видим перед собой диаграмму между Юахимом Бруггеманом и Гарольдом Дариусом в 1969 году. И в партии партнеры согласились на ничью. Если мы посмотрим, то у белых две лишних пешки. Плюс пешка аж проходная. Но согласились на ничью. Видимо, думая, что черные здесь самозапотовываются. А белые нигде не могут прорваться. Ну, формально-то у них две. На самом деле у них одна лишняя, да, потому что две сдвоенные по линии Д. Но зачем было соглашаться, когда у тебя лишняя пешка? Да, и смотрите, какой интересный план выигрыша. Король Ф5, король Х7, король Е4, король Ж6, король Д3, король бьет Ф6. Промедление со взятием пешки позволяет белому королю уничтожить ферзевый фланг, а затем вовремя вернуться на королевский. То есть, если не брать эту пешку. Король Ф5, король С4, король бьет Ф6, король Б5, король Ж6, король бьет А5, Ф5, король бьет Б4, Ф4, король С3, король Х5, король Д3, король бьет А4, король Е2, король Ж3, король Ф1. И это выигранно, пешка идет ферзи. Просто бежит и все. Поэтому промедление не позволительно. Король бьет Ф6. Теперь король С4 тоже нельзя идти. На ферзевый фланг уже не поспеть, потому что черные сами просто проведут свою пешку ферзи. Но король Е4 обратно. На ферзевый фланг уже не поспеть, однако на королевском сложилась крайне выгодная для белых ситуация с отдаленной проходной. Вот она, отдаленная проходная появилась. Да. И здесь уже выигрыш прост. Король Ж6, король Ф4. И на король Х5 хорошо как король Ж3, так и король Ф5. С прорывом и съеданием пешки Д6. И черным нечего противопоставить. То есть здесь вот они просто не нашли вот такой вот маятник. Что после короля Е4, король Ж6, король Д3, король бьет Ф6 и обратно король Е4. Пешка Ф6 им сама мешала белым. Теперь пешки Ф6 нету, да? Да. И белый король может пролезть. Своя же пешка мешала. Ну, довольно интересное и очень поучительное окончание. А они согласились на ничью. Да, здесь они согласились на ничью. Ну что ж, на этом мы заканчиваем рассмотрение отдаленной проходной. В следующем выпуске вас ждет очень интересная тема, обширная, значит, с формулировками. А именно оценивание эншпиля. В принципе, мы можем сейчас показать. Давайте сделаем паузу. Итак, мы с вами будем изучать такой тип эншпиля, что пара ладейных пешек против, вернее, при проходной пешке на другом фланге. То есть мы здесь видим, что пешки А5 и А4 у нас ладейные. Они на ферзевом фланге находятся. И пешка Ф5 проходная находится на королевском фланге. И мы научимся точно оценивать эти эншпиля по специальной формуле, которую мы с вами с Димой расскажем. Которую придумал Марк Дворецкий. Усовершенствовал он формулу одного шахматиста. Но все это вы посмотрите в других выпусках. Оставайтесь с нами, будет интересно. С вами были Олег Сломаха и Дмитрий Анисимов. Подписывайтесь на каналы. Ссылки я оставлю в аннотации к этому видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и всем спасибо и всем пока. До свидания.